Приветствую вас. Дело в том, что люди меняются. В детстве человек из себя представляет одну личность, в возрастном возрасте человек представляет из себя совсем другую личность. И мне думается, что на этапе формирования своей личности человек в общем-то меняет свои приоритеты, меняет свои цели, меняет свои ориентиры, всё в общем меняет. И если он меняет всё, то он становится другим. Поэтому то, кем вы были в детстве, ну, совсем не означает, что вы должны этими же людьми быть и в возрастном состоянии. Если вы в детстве дружили, то это совершенно не значит, что вы будете дружить в возрастном возрасте, вот, просто потому что люди сильно меняются. И вот тут только в том, что эти люди поменялись, а вы нет. Вот вы не пишите о том, общаются ли эти два друга друг с другом, вот, но, понимаете, бывает такое, что друзья детства, они сохраняют свои отношения и на протяжении всей жизни, но для этого есть определенный ряд условий, условий, которые вы, судя по всему, не соблюли. Что касается того, что вам грустно, ну, тут на самом деле очень неоднозначно всё. Дело в том, что, с одной стороны, даже под некто чувствуется, что вы, несмотря на то, что вам 34 года, вы как-то не повзрослели до сих пор, то есть вы не чувствуется, что вы зрелая личность, чувствуется, что вы как будто ещё ребёнок, вот, в теле 34-летнего человека. С другой стороны, вы, скорее всего, не нашли какого-то дела в своей жизни, то есть вы текаетесь от своего одиночества, вам тяжело быть в соединении с собой, вот. И вот, люди всегда чувствуют, когда к ним обращаются, вот, именно от какого-то одиночества такого, а не по поводу какого-то дела. Вот. Ну и в целом, мне кажется, что у вас нет такого, прямо скажем, серьёзного смысла жизни, мне так видится. Мне кажется, что у вас нет такого ориентира жизненного, серьёзного. Мне кажется, что вот этого всего у вас нет, из-за этого есть проблема. Из-за этого есть проблемы, точнее, мне так видится, по крайней мере. Я могу ошибаться, но видится-видится мне так. Почему вы страдаете, а они нет, потому что у них есть что-то помимо вас, в их жизни. А у вас ничего нет. У вас нет никакого дела, у вас нет смысла, у вас нет цели, у вас, судя по всему семьи, нет. У вас нет дела, которое было бы вам интересным. Понимаете? Потому что с людьми общаться нужно всегда по поводу чего-либо. То есть людей всегда объединяет что-то общее. Даже в детстве, даже в детстве, я думаю, вы не будете с этим спорить, детей объединяет что-то всегда. Игры, увлечения, там, какие-то места и так далее. Причем желательно, чтобы это была такая полусвободная история, когда человек, ну, ограничен в своих действиях, в своей деятельности. Человек ограничен, когда он не может, например, взят. И по желанию, допустим, по желанию, там, к примеру, встать и уйти. Да, он этого сделать не может. И вот в этом, в таких условиях, как правило, начинается дружба. Вот. У нас этого, в принципе, ничего нет. Вообще, мне кажется, у вас есть проблемы, определенные с общением. Мне кажется, что вы не уверены с этим человеком. Кажется, у вас есть достаточно серьезные страхи. Например, страх остаться одному. Например, еще какие-то страхи, возможно, у вас есть. Вот. И, собственно, основная проблема то, что вы не реализованы. То есть вы не реализуетесь. Люди чувствуют другие, что вы не реализованы. Если вы не реализованы, то вам другие люди нужны для того, чтобы почувствовать себя лучше. Это неприятно. Получается, что вы, как бы, паразитируете на них. А это всегда неприятно. Вот. Ведь, как бы, не окружение делает человек, а человек делает свое окружение. Если окружение делает человека, то окружение уничтожает его личность и превращает человека в некую такую безликую жестировку, которая просто, ну, делает то, что от нее требуется, и все. А вот личность делает, создает окружение вокруг себя. И мне кажется, что это то, на что вам нужно сосредоточиться над домом, чтобы не друзей заводить, а чтобы себя реализовывать, чтобы принести обществу что-то, чтобы продемонстрировать, что вы можете, что вы знаете, что в ваших уникальных вы проявите, рассказать об этом миру, заявить о себе. И тогда и появятся люди, которые захотят с вами что-то разделить, какое-то дело и так далее. Я предлагаю вам, например, обратить внимание в сторону сообществ каких-либо разных, профессиональных сообществ, художественных сообществ, творческих сообществ, в принципе одно и то же, да. Профессиональных, творческих, благотворительных сообществ, природных сообществ, вот, причем, не важно абсолютно, как бы в интернете вы это делаете или вживую, да. Главное, чтобы это было такое определенное сообщество, у которого есть четкая цель, вот, какая-то цель, миссия и так далее. Вот, и встаньте частью чего-то, и я уверен, что появятся люди, которые разделят ваши интересы. Но чтобы, если люди появились, нужно, чтобы интересы были у вас, чтобы вы чем-то были интересны, чтобы вы что-то могли предложить человеку. Не дать, а именно предложить. Там сейчас дать немножко другая история. Предлагать, а сейчас совсем другой момент. Понимаете? Вот именно на это вам и нужно обратить свое внимание. Именно на это, именно на данный ответ. Это решило бы, на мой взгляд, вашу, вашу проблему. Вот. Другой вопрос. Готовы ли вы меняться, к примеру? Готовы ли вы становиться другим? Готовы ли вы корректировать свои поступки, свои действия? Вот. Готовы ли вы это все делать? Если готовы, обращайтесь к любому психологу, который вам будет при рече, мы вам помодим. Если не готовы, ну... Что же. В таком случае, я полагаю, что вы и так будут страдать. Люди самоцелью жизни другого человека быть не могут. Именно самоцелью люди быть не могут. Давно быть что-то выше, что-то больше, что-то ценнее, важнее других людей, что понимаете, вот так. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.